друзья всем огромный привет с вами интерактивная студия art photo life и серджио мы продолжаем изучать с вами adobe premiere pro и сегодня в этом коротком но очень полезным видео уроки я расскажу про стандартные переходы premiere pro которыми вы можете воспользоваться при монтаже своих видео и расскажу несколько крутых и полезных фишек которые позволят вам управлять этими переходами как своими руками и так не будем терять времени поехали итак друзья у нас есть видеоклип и мы хотим с вами сделать переход крутые переходы мы пока делать не умеем поэтому мы можем воспользоваться стандартными встроенными в программу и да да крутых мы тоже с вами доберемся обязательно но я вас уверяю что даже в стандартном пакете вы найдете достаточно богатый выбор который можно подобрать к любым видео учтите только одно золотое правило не надо злоупотреблять этими переходами как вы помните с прошлого урока видео выглядит достаточно круто если мы его просто монтируем используя бит то есть переходы под биты музыки но тем не менее иногда переходы позволяют перейти от одной сцены в другой чтобы это было не очень заметно чтобы видео не выглядело оборванным и чтобы это было приятно зрителям и так у нас видеоклип у нас есть место где мы хотим сделать переход что мы делаем дальше если вы настроили программу также как и я то вы увидите сейчас вот такое рабочее пространство если нет но вам придется посмотреть первый урок итак друзья переходим во вкладочку эффект делаем ее активный и мы здесь с вами увидим различные папочки нам понадобится всего лишь одна папка которая называется видео transitions это и есть друзья переходы открываем папочку друзья и видим очень много различных переходов которые можно использовать ваших видео я не буду делать гайд отдельно по каждому переходу вы просто посидите покопаетесь и подберете те переходы которые вам нравятся и так по умолчанию у нас всегда стоит cross dissolve это самый стандартный переход который плавно переводит одну картинку в другую давайте мы с вами левой кнопкой мыши потянем этот переходик и поставим его отсюда между двумя фрагментами отпускаем давайте посмотрим что у нас теперь получилось и вот мы видим вот такой вот плавный и красивый переход и так вы уже поняли что вот этот значок обозначает значок перехода если вы поставите курсор мыши на край то у вас появляется вот такая красная скобка и вы можете раздвинуть этот эффект то и сделать его по времени немного дольше и есть еще второй вариант вы кликните два раза у вас появляется время и вы можете это время выставить вручную то есть сейчас у меня стоит время чуть больше секунды давайте сделаем переход 2 секунды нолик можно не ставить окей вот наш переходик сразу стал по времени 2 секунды и мы можем дальше заниматься монтажом нашего видео теперь давайте перейдем на следующую секвенцию у меня есть две фотографии я вам покажу как я использую настраиваю эффект бифа авто ну соответственно было до обработки стала после обработки на вот у меня есть две фотографии первая не обработана и 2 вот такая вот обработанная я перехожу в папочку вайп здесь я выбираю переход с таким же названием вайп тяну его вот сюда между фотографиями отпускаю вот он у меня здесь выровнялся давайте мы плюсиком сделаем немножко побольше наше изображение на видео дорожку чтобы удобнее было с работать сделаю я немножко пошире вот пожалуй вот так вот и давайте посмотрим итак такой переход слишком быстро я его хочу сделать немножко помедленнее например вот таким вот уже интересно но меня еще не все устраивает давайте посмотрим что можно сделать с этим эффектом и так я на него кликаю теперь перехожу закладочку эффект controls вот в этом окошке и вот мы с вами видим вот здесь вот настройки этого эффекта мы можем сделать его обратным кликнув реверс и у нас будет наоборот переходить справа налево стандартная конечно его настройка это слева направо так привычнее мы так привыкли смотреть далее друзья что я делаю для того чтобы эффект был наиболее интересным я делаю вот что я выбираю вот здесь вот белый цвет кликаю окей либо захватив пипетку я могу выбрать любой цвет изображения но мне нужен белый далее друзья в настройках бордер вид я делаю побольше бордюрчик давайте посмотрим что получится если я сделаю например 4 клику enter и смотрим и как вы заметили что у меня не просто переход а еще двигается вот такая вот белая полоска это соответственно наш бордюр который мы настроили на его соответственно можно сделать толще увеличивая это значение ну или меньше на ваш вкус было стало замечательно именно этот эффект я часто использую своих видео уроках по фотографии теперь друзья что еще вам необходимо знать о переходах и так переходим следующую секвенцию у меня здесь расположены ряд фотографий эти фотографии делал я время когда еще можно было путешествовать но я надеюсь скоро границы откроют и мы снова с вами схватим наши фотоаппараты и помчимся делать замечательные красивые снимки и так друзья казалось бы все понятно есть эффект и я могу эти эффекты теперь выставлять вот сюда но здесь довольно таки у меня много фрагментов да ну или фотографий у вас это могут быть видео фрагменты и как бы мне этот процесс ускорить все очень просто друзья мои давайте мы перейдем теперь опять во вкладочку эффект обращу я ваше внимание вот сюда на кросс десолф опять и посмотрите у нас он обведен вот в такую синюю рамочку это означает то что данный пресет выставлен автоматически для автоматической работы что это означает смотрите друзья я курсором выделяю все видеоклипы давайте я сделаю чуть чуть побольше timeline отлично итак мои изображения выделены и теперь внимание я нажимаю сочетание клавиш shift d и обратите внимание у меня эффект стал автоматически один и тот же на все клипы согласитесь это намного ускоряет работу с переходами для того чтобы отменить действие нажимаем control z и теперь друзья смотрите а что же делать если нам не нравится такой эффект мы хотим поставить другой например есть стандартный эффект это переход через черный кадр он называется deep to black и есть такой же аналогичный только обратный deep to white это переход через белый кадр и для того чтобы нам поменять переход для его автоматического применения необходимо на выбранный эффект кликнуть правой кнопкой мыши и кликнуть вот на эту клавишу set selected as default transition то есть переход применяемый по умолчанию кликаем сюда и оба на чудо у нас синий квадратик переместился на переход deep to black выделяем изображение на таймлайне нажимаем shift d и теперь у нас переход через черный кадр на каждом отрезке данного видео на этом друзья все а в следующих видео уроках мы продолжим с вами изучать адоб premiere pro поэтому для того чтобы не пропустить следующий очень важный и полезный урок не забудь подписаться если ты не подписан ну и кликни колокольчик чтобы не пропускать полезные видео уроки и лайк ставить не обязательно но поверь и это для меня самая лучшая награда а на этом друзья все с вами был серджу и интерактивная фотостудия арт фото life желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч и и и